Надежный напарник Надежный напарник Надежный напарник Надежный напарник Надежный напарник Никаких проблем с ним нет, что зимой, что летом. То есть, всесезонная эксплуатация показала очень надежную марку автомобиля. Прежде чем выбрали «Вольво», стояла ли автобаза перед каким-либо выбором? Ну, наверное, были и другие поставщики. По прошествии времени, конечно, я не скажу об этом. Но компания остановилась на автомобилях «Вольво», так как это и производитель шведский. Страна очень похожа по климатическим условиям к нашим. То есть, автомобили прошли испытания в Швеции. Тоже у них холодные суровые зимы. Но как бы принято было решение закупить автомобили «Вольво». По сегодняшний день, с того прихода 1998 года, еще 4 автомобиля у нас находятся в эксплуатации. То есть, почти 20 лет в эксплуатации. Сами автомобили меняются, как-то становятся более совершенными. Что в них поменялось кардинально, может быть? Ну, кардинально, конечно, поменялось только двигателя. То есть, на более современные, более экологически чистые. Сейчас идет евро 5 уже двигателя. Вот только основное. Ну, подвеска, шасси. Это все осталось как бы на прежнем уровне. Ну, естественно, какие-то изменения произошли в связи с тем, что технология, конечно, идет вперед. Появились какие-то композитные материалы, которые используются в автомобилях для облегчения его веса. Ну, и для того, чтобы раньше, если мы ремонтировали в условиях автобаз, ремонтное производство, то есть, ремонтно пригодные были запчасти, то сейчас политика идет на то, чтобы менять это на новые запасные части. То есть, ну, как бы в связи с техническими возможностями и в связи со сроком использования запасных частей, это как бы экономически обоснованно. А эти машины у нас перевозят любой груз и опасный груз. То есть, в тех документации производителю мы уже прописываем, что они должны быть адаптированы к перевозке опасного груза, крупногабаритного, тяжеловесного груза. Ну, какие-то свои нюансы, то есть, мы прописываем в тех заданиях, чтобы уже изготавливались под наши условия перевозки. Есть ли у этих машин слабые места? Слабые места так, на первый взгляд, и не скажешь. Очень надежная машина, она себя показала и в суровых зимних условиях. Первая машина, конечно, приходилось дорабатывать, в принципе, только утеплением. Остальное и двигатель, и ходовая часть работали нормально. Ну, и сейчас закупаем автомобили, уже производитель у нас российский, это Калужская сборка автомобилей. В принципе, такая же надежность этого автомобиля. Почему водители полюбили именно эту марку? Ну, во-первых, комфортабельный автомобиль, приятно работать, надежный, требующий, конечно, к себе и уважения, и понимания автомобиль. Но если водитель относится к нему хорошо, и автомобиль платит тем же самым, то есть довезет из любого рейса домой. Реализуется ли в автобазе план техперевооружения и ожидается ли поступления новой техники? Перевооружение, да, конечно, предусматриваем на каждый год. Предусматриваем замену устаревшего транспортного средства, она более новая. Но не в таком объеме, конечно, как было раньше. Сейчас у нас и объемы перевозок немного изменились, стороны уменьшения не требуется такого большого объема. Ну, а так, да, каждый год у нас меняется движной состав. В прошлом году, да, получили 10 автомобилей. Вот у нас клинкер появился, перевозки составляющего цемента. Под них мы заказали 10 автомобилей с гидравликой, которые у нас работают с автопоездом, с самосвальным автопоездом. Вот пока, пока вот так. Спасибо за беседу. Редактор субтитров А.Семкин